А я хотел бы всё-таки перейти к другой сфере твоей деятельности, не менее важной, и ты же, по-моему, возглавляешь ассоциацию спортивного бриджа. Есть такое, да. Скажи, чем отличается спортивный бридж от обычного? Обычного практически не существует в наше нелёгкое время. Могу чуть-чуть рассказать об этом. Бридж возник в начале 20 века и изначально существовал в так называемом роберном варианте. Ну, робер – это некий аналог пули в преферансе, да, для российского человека, так понятнее. Да. Однако довольно быстро была придумана так называемая дубликатная разновидность бриджа, заточенная под проведение спортивных соревнований. На самом деле, когда я говорю о студии «когда» и его спортивной составляющей, я говорю ровно о том же. Везде одно и то же. Суть спортивности в этих играх заключается в том, чтобы добиться равных условий игры для всех участников. Соответственно, в бридже, когда отвечают на одни и те же вопросы, в бридже этого добиваются тем, что дублируют один и тот же расклад карт. И эти расклады передаются со стола на стол, и разные пары играют одними и теми же картами и добиваются большего спортивного успеха. Тот, кто лучшими распорядился. Вот таким образом удалось полностью избавить эту игру от элемента случайности, выведя её из разряда азартных игр в разряд спортивных. Соответственно, это на сегодняшний день самая популярная в мире интеллектуальная игра, в широком смысле слова. Игроков в бридж в мире больше, чем в шахматы, больше, чем в шашки. Ну, может, там китайские какие-то специфические игры могут поконкурировать. Просто за счёт китайского населения. Да, правда, в бридж в Китае играет тоже огромное количество людей. В Китае всё делает огромное количество людей. В Китае даже евреев довольно много, хотя ещё совсем недавно было двое. Скажи, пожалуйста, а как интересно бридж, ну, так соотносится с преферансом по степени сложности? Сложнее значительно и значительно интереснее. Вот, честно говоря, человеку, учившемуся играть бридж, возвращаться в преферанс довольно скучно. Ну, немножко хотя бы об общих правилах игры. Четверо играет? Общие правила заключаются в том, важная составляющая бриджа в том, что эта игра парная. Да. Значит, сравниваются пара на пару, четыре человека сидят за столом, они традиционно обозначаются сторонами света, и, соответственно, север и юг играют против востока и запада. Причём парное взаимодействие в бридже – это огромная, важнейшая составляющая игры, и, наверное, самая интересная. Она важна и в торговле, которая, в отличие от преферанса, является очень важной составной частью, фактически вот от того, как пара торгуется, как они пользуются теми допустимыми методами, которые в бридже очень тщательно разработаны, и какой финальный контракт. Они выставляют очень сильно зависит их успех, вот так и на везде, то есть когда пара защищается против контракта, который играет их противник. Ну и, подожди, козырь есть? Козырь есть обязательно. Ну как, есть и игра без козыря. Тут всё... Здесь как в префере? Ну почти, последовательность мастей другая, да, значит, в бридже последовательность мастей – младшая трефа, дальше идёт бубна, черва и пика, и старшая, соответственно, без козыря. То есть, минуточку, без козыря – старшая игра, то есть как бы там семь первых – это семь без козыря, условно говоря, да? Да, значит, там нет семь первых, там говорят один... Один. Один, одна трефа – это вот обещание взять... Шесть взяток. Взять семь взяток в трефе. Семь, не в общем. Сдаётся двенадцать карт? Сдаётся тринадцать карт. Тринадцать карт. Вся колода. Это легко посчитать, да, пятьдесят две карты в колоде. Вся колода. Да, вся колода. А козырь объявляется или он каким-то... Вот, а вот козырь вырабатывается в результате той самой торговли, да. То есть, сначала, торгуется сначала... Стоп, значит, контракт заключается в процессе торговли... Я боюсь, что если бы сейчас вот углубимся... Одной парой с другой, да? Значит, вырабатывается, да, итоговый контракт в процессе торговли. В процессе торговли каждый, сидящий за столом по очереди, имеет право на заявку. Каждая следующая заявка должна быть выше предыдущей, что довольно понятно. Вот. Толкость в том, что в бридже далеко не все заявки имеют то значение, которое им формально приписывается. То есть, вот есть такая вещь, как система торговли, которая может предусматривать, что, говоря, допустим, две трефы... Я не обещаю взять восемь взяток в трефе, а сообщаю партнеру, что у нас с ним, скорее всего, от десяти взяток, причем еще неизвестно в какой масти. Господи, помимо, какие психологические тонкости. Ну, это не психологические тонкости. Психология в бридже тоже имеет место, но она немножко в другом. Но еще раз говорю, если мы сейчас начнем пытаться рассказать... Да, книги написаны. Да, книги огромные написаны. Деньги можно выигрывать в эту игру? На сегодняшний день практически не играют в бридж на деньги. Когда-то, в золотую эпоху бриджа, это, наверное, где-то 50-е, 60-е годы, в США, в Англии были бридж-клубы, где играли в роберный бридж. То есть, вот не спортивный, по достаточно высоким ставкам. Сейчас, судя по всему, в мире осталось там 2-3 места, где это происходит. В России практически нет. А кто изобрел его? Изобрел его дикий американский миллионер из семейства вендербильтов, который плыл через Атлантику на пароходе. И от них их делается. В процессе, на основе, конечно же, существовавших игр, нет. Значит, были такие игры, как Винт, Вист. Вот они считаются предшественниками бриджа, непосредственными. Часто говорят, что вообще слово бридж русского происхождения и восходит к слову берюч, означающему глашатый. И якобы была когда-то игра такая карточная. Есть у меня большие сомнения в этой темологии, но вот такая легенда существует. Ну, возможно, это восходит к известным штанам, называемым бриджи, хотя тоже, в общем, мало вероятно. Скорее, бриджи это восходит уже. Ну, вот, тем не менее, это едва ли не основная версия, которая существует в бриджах. Подожди, ты играл в чемпионатах, да? Я, на самом деле, когда-то в чемпионатах играл, это было достаточно давно. Потом просто понял, что два таких хобби совмещать очень сложно, и отближе несколько отошел. Играл только на самом любительском уровне. Сейчас, поскольку уж так сложилось, что довелось мне стать президентом Федерации, пытаюсь несколько свой уровень игры восстановить и улучшить. Довольно много этим занимаюсь. А кто играет в бридж? Вот это жутко интересно. Профессионально кто это, финансово? Ну, профессиональных игроков в бридж в нашей стране очень мало. Значит, за границей они, безусловно, есть, хотя тоже не скажу, что их прям вот очень много. Покеристов больше, мне кажется. Покеристов значительно больше, понятно почему, готов поговорить на эту тему. Потому что, а, там большие деньги, и, б, действительно, игра выглядит очень простой. Хотя, на самом деле, хорошо играть в покер тоже очень непросто. А ты в покер играешь? Ну, я немножко играю, да, по крайней мере, знаком с этим миром и с этой игрой. Мне кажется, я проиграл бы всё время, потому что в покере нужно действительно то, что называется, покерное лицо. И, кроме того, в покере не должно быть азарта. Да, безусловно. Люди, которые зарабатывают покером деньги, они относятся к этому, именно как к работе, причём. Такой достаточно нудный, скучный и совершенно не азартный. Души нет, абсолютно. А то просто чистить молодцов. Возвращаясь к Бриджу, в нашей стране есть несколько очень сильных игроков, которые входят в мировую элиту и могут считать себя профессионалами. Хотя, насколько я знаю, все они, тем не менее, любители, у них есть свой бизнес, своя деятельность. Но на Бридже они зарабатывают достаточно неплохо за счёт участия в американских турнирах, где вот в Бридже, помимо, собственно, парной игры, есть командная разновидность, которая считается самой серьёзной и престижной. В команде обычно 4-6 человек, и есть некоторые богатые люди в той же Америке, которые собирают себе команду из очень сильных профессионалов и, играя вместе с ними, добиваются больших спортивных результатов. Вот эти люди, спонсоры Бриджевой, они неплохо платят за игру вместе с ними, и вот на этом Бриджевой профессионалы в основном зарабатывают. А, то есть им просто нравится, что с ними играют вот такого класса ребят? Да, они, во-первых, повышают свой уровень игры, потому что самый прямой путь всё-таки научиться хорошо играть в Бридже, это играть с сильным партнёром. Они зарабатывают награды, медали кубки, что тешит их самолюбие и радует. И тренинг мозга хороший. Да, и тренинг мозга. Скажи, пожалуйста, а сколько продолжается одна партия, и до каких она, до скольки она идёт? Ну, тут есть разные разновидности, опять же, стандартный парный турнир, допустим, это в среднем 27-30 сдач, и продолжается это 3-4 часа. Это довольно много. А серьёзные турниры, они состоят из многих сессий и продолжаются несколько дней беспрерывной игры. Бриджевые задачи существуют? Да, существует огромная литература на этот счёт, самые разные учебники, теоретические изыскания, задачники. Контры или контрры, одной терминологии сколько, да? Ну, в общем, она такая пугающая только на первый взгляд, освоить терминологию на самом деле несложно. Вообще, в Соединённых Штатах тех же бридж – это игра домохозяек. В Европе тоже, в общем. Больше всего среди бриджистов в мире именно домохозяек, как молодых, так и очень пожилых, для которых это просто замечательный способ культурного времяпрепровождения, общения и так далее. Скажи, а ещё раз, значит, игра ведётся до какого результата? До взятия кем-то конкретных... Нет, если мы говорим о спортивном бридже, то игра ведётся на считанное количество сдач. Вот в каждой сдаче разыгрываются определённые очки. И потом по количеству сдач, по результатам назначаются победители. В России турниры есть? В России турниры есть. В общем, у нас турнирная структура бриджа достаточно хороша. Это как раз наша сильная сторона, я бы сказал, потому что в организационном плане всё очень неплохо проводится. Чемпионаты страны во всех номинациях. Там два парных чемпионата, командный чемпионат, миксовый чемпионат, где играют мужчины и женщины. Женские турниры есть, молодёжные. Я вижу, понятно, при всём при этом, что человек, который может этим заниматься, скорее всего, входит в верхний слой среднего класса. Не обязательно, совершенно не обязательно. Что есть и студенты? Есть и студенты, есть и безработные, есть водители, рабочие, есть самые разные люди. В общем, это не, скажем так, горные лыжи, и не яхтенный спорт, и спорт как раз в плане финансовом очень доступный, больших усилий таких не требует. Надо научиться, школа есть. Школа есть.